Всем привет! Меня зовут Юля, я из Украины, мне 22 года, но город, где я живу, я называть не буду, и это не особо нужно. В колледже 4 года отучилась по специальности учитель изобразительного искусства, и сейчас, на данный момент, я учусь еще в университете, и в этом году я получу степень бакалавра. Родной язык украинский, но я буду снимать видео на русском языке, потому что русский язык большее количество людей понимает, и может я буду, у меня может язык будет заплетаться, поэтому простите, пожалуйста, не судите строго. Я на ютубе новичок, сегодня снимаю свое первое видео, и я хочу начать со своей старой папки, со старыми рисунками. Я в будущем планирую еще вам показать мои более новые рисунки, она не самая чистая, потому что, честно говоря, раньше я не была очень аккуратной, поэтому и папка, и файлы не в самом лучшем состоянии. В этой папке рисунки, начиная с 6 лет примерно, там есть пару рисунков 6 лет, и заканчивая примерно 15-ю, может 16-ю, где-то так, 10-м классом. Кстати, рисую я, сколько я себя помню, я помню, что уже с первого класса я заинтересовалась рисованием, и вообще я считаю, что урок рисования в школе просто необходим, потому что дети, они не будут знать, что они хотят стать художником, если они из детства это не попробуют. Тем более, что развивать свой талант, развивать свои способности и навыки в рисовании нужно как можно раньше и как можно дольше, потому что взрослым людям уже гораздо сложнее учиться рисовать. Это, я сейчас скажу, сколько мне здесь лет было, 14, я тогда училась в 9-м классе, я нарисовала девушек из головы, они похожи чуть-чуть на такой аниме стиль. Я аниме никогда не любила и не люблю сейчас. Я дружила с девочкой, которая очень любила аниме, она тоже рисовала, мы очень с ней дружили, мы несколько лет в школе. Когда мы вместе постоянно рисовали и на переменах, и на уроках, то как-то передавали друг другу свой стиль, свой вкус, и как-то вот я перебрала у неё этого аниме. На самом деле, я его не смотрю, не смотрела. Сейчас я не рисую ничего в этом стиле. Это мои, так сказать, первые попытки рисовать людей из головы. Идём дальше. Яблоко. Я рисовала по фотографии. И это я тогда училась в колледже, на первом курсе я была. И было задание там нарисовать яблоко простым карандашом. Это я рисовала по фотографии собачку. По-моему, это собака породы Колли. Если я не ошибаюсь. Это как раз та подружка, кстати, о которой я рассказывала. Маша её звали. Я с ней очень дружила. И сейчас мы с ней потеряли связь, потому что она живёт уже не здесь. И мы с ней много лет вообще не общались. Она перешла в другую школу, когда мы были в восьмом классе. И, честно говоря, я очень понесу. Если вдруг каким-то чудесным образом, Маша, ты смотришь это видео, пожалуйста, напиши мне в инстаграм. Где-то вверху или внизу будет название моего инстаграма. Пожалуйста, напиши мне, чтобы мы как-то могли встретиться, пообщаться. Потому что я очень по тебе скучаю. Это такая мультяшная бабуля-хозяйка. Не знаю, чем я тогда вдохновилась, когда я рисовала. Кстати, рисовала я на всём, на чём только можно, на всех материалах и всем, чём только можно. Акварели, гуаши, цветными карандашами, простыми карандашами, фломастерами. Тогда, в этом возрасте, я ещё не рисовала ни акрилом, ни маслом. Я как-то даже и не знала, в принципе, что такие материалы существуют. Как-то и не задумывалась. Вот рисовала, чем мне нравится, чем удобно. Листочек этот, он как будто в линейку. Во всех бумажках, которые попадались мне под руку, я на них рисовала. Вот следующий. Это автопортрет, который я рисовала по фото. Здесь мне 14 лет. И он тоже нарисован на листе в клеточку. Это тоже на листе нарисовано в клеточку. Но я здесь так постаралась скрыть эту клеточку, что, в принципе, её практически и не видно. Эти львы нарисованы цветными карандашами. Это я когда-то так пробовала подписывать свои рисунки вот таким вот образом. Сейчас я, конечно, так не делаю. Это тоже на листочке в клеточку. Это лошадь. Я рисовала её с какой-то картинки. Вообще, когда-то я так и училась. По сути, я была самоучкой, когда это всё рисовала. Я ещё тогда нигде не училась. И рисовала я, как понимала, и я не знала, как это делать правильно. Поэтому вот так как-то не совсем правильно получалось. И, кстати, это очень сложно. После того, как ты много лет рисуешь, как ты привык, потом ты поступаешь, например, в колледж и учишься рисовать правильно. Очень сложно перестроиться. Очень сложно понять элементарные вещи, когда ты уже привык совершенно другим образом работать. Кто меня понимает, кто тоже был в моей ситуации, пожалуйста, пишите в комментарии. Вот это тоже я как бы нарисовала двух подружек. Вот, они смотрят на луну, на берегу моря. Это 10 класс. Здесь я рисовала на всех уроках в школе. Я рисовала прямо на уроке вот такого чудика. Это тоже правоведение, наверное. Вот я тоже рисовала на уроке. Рисовала и одновременно писала конспект. То есть как-то так обходила словами этого свинтуса. Как-то так. Все тетрадки были разрисованы. Конечно, не все учителя это ценили и не всем это нравилось. Не понимала, как это на уроке я не могу рисовать. Даже помню, я так разозлила своими рисунками на учительницу, что она просто взяла, порвала мою тетрадку, которую я рисовала, и выбросила ее в мусорку. Потому что я ее уже довела просто. Я рисовала на всех ее уроках. Ну, не только на ее уроках. Не знаю, с чем я тогда была вдохновлена. Мне хотелось попробовать стилизовать лица людей. Сара, Исаак и Осип Рувим. Я их так назвала. Семья такая еврейская. Это американская семья Джон, Майкл, Элейн. И украинская семья Олэна, Иван и Маруся. Вот так. Это тоже одни из моих первых попыток вообще рисовать людей, стилизовать людей. А это вот такой страшный рисуночек. Мне всем такое понравится. Честно, мне сейчас тоже такое не нравится. Вот когда-то почему-то мне захотелось нарисовать такой глаз. Это я сидела на уроке, и почему-то мне захотелось нарисовать Хасида с пейсами. Такого, как... Если вы можете посмотреть вот здесь, из бороды я сплела ему косичку. И еще и завязала в конце резиночкой. Это такой код побитый. Вот почему-то мне очень нравилось рисовать всяких персонажей, там, побитыми, с вебитыми зубами и дайка-пластырем. И как видите, здесь отличается бумага, на которой рисунок сделан, от бумаги со словами. И здесь я вырезала просто с другого листочка и вклеила. Это я с какой-то картиночки срисовала тогда. Такую девушку. Вообще, я когда-то практически только срисовывала. С головы рисовала на самом деле мало. Досидела я на том самом правоведении. И мне захотелось нарисовать девушку в пещере с фонарем. Ну вот, я и нарисовала. А эта девочка всегда почему-то всем очень нравилась. Всем очень нравились ее глаза. Через много-много лет смотрю на этот рисунок и понимаю, что он нарисованный неправильно. И можно было гораздо лучше. Но понятно, что я только училась. Понятно, что это было вновь. Сейчас я расскажу примерно. Я писала всегда. Вот 15 лет мне было. То есть это 7 лет назад. Это моя собачка. Он уже достаточно старенький. Ему лет 10 уже примерно. Здесь он еще совсем был молод. Рубин его зовут. Не спрашивайте, почему его зовут Рубин. Я не знаю. Тоже первые мои попытки рисования людей. Опять же, здесь просматривается очень-очень слабо, но просматривается такой аниме стиль. В прическе, например. Там в лице. Ну, короче, это тоже тот период, когда я только пробовала рисовать людей с головы. Это тоже как раз в те же дни было нарисовано. Девушки общаются, читают книги. Это было в 2012 году, то есть 8 лет назад. Это был мой друг. Он наполовину русский, наполовину армянин. Его звали Давид. Он с сестрами были у нас в гостях. И я тогда его попробовала нарисовать. Это, наверное, тоже одна из первых попыток нарисовать человека с натуры. Мне никогда не нравилось рисовать с натуры людей. И сейчас не нравится, и тогда не нравилось. И у меня не очень это получается. По фотографии всегда лучше получалось. Ну, это понятно. Большинству людей это легче. Это по фото нарисовано. Это тогда моя одноклассница. Она попросила, чтобы я нарисовала ее портрет. Я, к сожалению, я его так почему-то по какой-то причине ей и не отдала. Называли ее Таня, как можете видеть. Ну, кстати, на удивление получилось очень похоже. Вот у меня сейчас может получиться не настолько похоже, как тогда получалось. Это тоже портрет, который так и не дошел до заказчика, если можно так выразиться. Потому что это моя подружка. Она попросила, чтобы я нарисовала ее братика. И ее. И это я по фотографии нарисовала. Этот братик уже, конечно, подросток. Он не такой ребеночек уже. С этим интересная история. Если кто-то наталкивался на такой метод рисования, как фотографию или рисунок, с которого ты рисуешь, разделить на квадратики. И точно таким же самым пропорциям нужно разделить листок, на котором рисуешь, на квадратики. То есть пропорционально они должны соответствовать. И вот ты смотришь на рисунок, на эти квадратики разделенные, и ты рисуешь по квадратикам. Наверное, леопард в джунглях. Недорисованный, незаконченный. К сожалению, был бы классный рисунок, но я его не закончила. Кстати, у меня когда-то была такая привычка не заканчивать начатой работы. У меня много таких было работ незаконченных. Сейчас я с этим борюсь и стараюсь доводить до конца. Я надеюсь, вы поняли, о чем я рассказывала, о каком методе. К сожалению, по-моему, у него есть название, но я его не помню, потому что я очень давно этим методом не пользовалась. С этим очень интересная история. Это ксирокопия. Это не оригинал моего рисунка. Иллюстрация к произведению... Я забыла автора. Короче, Дон Кихот и... Там была Манчо, там, короче, Санчо Панчо. Я не... И мне так захотелось ее нарисовать. Я взяла просто альбом свой и нарисовала графическим карандашом размер вот такого листа. И этот рисунок увидела моя учительница зарубежной литературы, и он ей очень-очень понравился. И она просила, чтобы я этот рисунок подарила ей. Поэтому я пошла и сделала ксирокопию себе и я ей подарила оригинал. Это восьмой А, квинтет восьмого А. Это наши мальчики, самые такие активные. Ой, это мне здесь 12 лет было, когда я рисовала этот натюрморт. Вообще, я начала его на несколько лет раньше, но потом я его не закончила, он у меня где-то лежал. Потом я в 12 лет на него наткнулась и решила его закончить, дорисовать. Поэтому я написала, что нарисовала его в 12 лет. Вот, это я тогда пошла, ходила в художественную школу, честно говоря, я... Я не скажу, что я там чему-то научилась, потому что, ну, учительница нас особо не учила. Она разговаривала постоянно по телефону, она просто давала нам тему урока, и мы рисовали, вот, как понимали, как умели. Это была тема, там, маму-чайка, да. И я вот с головы нарисовала девушку, у моря, там, чайки. Вот так вот. Это на палитурке, на палитурке тетрадки. Я нарисовала своего папу, свою маму. Нарисовала и подписала. Вот у меня раньше получалось лучше рисовать людей, чем сейчас, в том смысле, что я могла от руки с фотографией нарисовать очень похоже человека, вот сейчас им всего не получается нарисовать. Они очень здесь похожи на себя. Это вторая страничка, вторая палитурка. Здесь уже моя сестра Люда и я. Но когда-то мы так выглядели, когда-то у нас были челки. Это тоже по фотографии. Сейчас мы совсем по-другому выглядим. Это жирафы акварельными карандашами. Я тогда очень любила акварельные карандаши, когда рисовала этот рисунок. 14 лет, 8 класс. Мне кажется, что это один из самых интересных и красивых рисунков в этой папке. Рисовала, кстати, из палитурки карти-кратки. Это Симба. Это был 7 класс, 2011 год. А это лошадь. Это какой-то такой, я даже не знаю, что это за материал. Он очень плотный. Такой, ну, короче, я не знаю, что это за материал. И я на нем нарисовала цветными карандашами, там, черной ручкой. Вот такую лошадь. Я всегда очень любила мультик, кто смотрел Мустанг. То есть Спирит и Душа Апрелии, правильно так называется. Это о диком коне, которого хотели приручить, но ни у кого так это не получилось. И он все-таки сбежал на свободу. Он похож на ту лошадь, но, конечно, все-таки он как-то в моем стиле тогда был нарисован, как я его видела. Очень я любила и всегда, и сейчас люблю лошадей. И вот я тогда вдохновилась этим мультиком, нарисовала эту картину. Это в седьмом классе. Я рисовала кота у окна на подоконнике. Это была такая тема на уроке. С вазоном. Это Айвенго. Конечно, как я поняла, я его нарисовала неправильно, потому что вроде бы он был блондином. Рубежная литература читала Айвенго, и вот захотелось бы мне его нарисовать с его конем. Я нарисовала коня очень худым, таким же, как и он. И, как видите, такие коленки аж проступают. Вот локоть проступает. Короче, он очень худой. В общем, это Айвенго. Даже подписано Айвенго. Я не скажу, что она похожа очень на лошадь, но она больше на собаку похожа. Ну, короче, это лошадь. И здесь я использовала черную и белую краску, какую-то, по-моему, гуашь, и карандаш, графический карандаш. Это я решила нарисовать шесть разных пород собачек. С какой-то книжки художественной я просто срисовала оттуда. Как-то очень страшно подписала. Ну, в общем, такие собачки. Это смешарики. Я захотела нарисовать бараша и нюшу на природе с букетом цветов. Это я с какой-то маленькой открыточки срисовала. Там была такая собачка в сапоге, и я нарисовала эту открыточку у себя. Это с какой-то раскраски. Рисовала с листа раскраски, срисовала себе на листок этих лошадей. Вот у меня была такая привычка, когда я свои рисунки нарисовала, где-то сложила, и через время я их брала и начинала дорисовывать, доисправлять. И вот я захотела сделать лучше с серебристой ручкой, если вы видите, серебристая ручка. Я хотела контуры нарисовать, но сделала только хуже. Вот на всех рисунках своих с этими лошадьми я так сделала. К сожалению, вот у меня была такая привычка, я очень сейчас жалею, что я так делала, потому что я портила свои рисунки. Вот последняя из этой серии лошадь на облачках. Вот. Ее тоже я испортила серебристой ручкой. Это в продолжении к этим рисункам. Сейчас я их найду. Когда я рисовала людей, пробовала рисовать людей с головы. Это тоже из той серии рисуночек. По-моему, это тоже был восьмой класс. Это я срисовалась, по-моему, с энциклопедии такого леопарда, который несет куда-то своего детеныша. Это я срисовала с какой-то детской книжки со сказками. Такого мышонка, лебедь снеговика. И тоже я его испортила серебристой ручкой. Я нарисовала этот рисунок в своих 10 лет. Тогда все мои близкие были в шоке, что в 10 лет ребенок так можно рисовать. Конечно, мне очень нравится этот рисунок. Это второй рисунок, тоже мне было 10 лет. Я его из какого-то журнала срисовала. Такого зайчишку и его сыночку, по-моему. А это не очень интересная история у этого рисунка. Я его нарисовала, когда приехала там по похорону. В селе похорон был на природе. Такие было там сено. Ехала, запомнила как-то этот пейзаж, села и нарисовала. Зачем я это сделала, я не знаю. Кстати, мне было 9 лет, когда я это нарисовала. И в этот рисунок я тоже рисовала. Мне было 9 лет. Я его, по-моему, рисовала в той художественной школе, куда ходила. Да. Это я пыталась нарисовать наскальный рисунок египетский. С котом и каким-то египтянином. Но, честно говоря, он больше похож на какого-то европейца из худалого. Я больше хотела попробовать именно нарисовать такой камень. Я тогда пробовала новые какие-то методики. Это, кстати, аэрографом распыляла краску. Аэрограф, кто знает, это такой инструмент, который тонким слоем распыляет краску специальную. Ну или акриловую. А вот здесь уже самые старые мои рисунки. По-моему, здесь мне было 6 лет, когда я рисовала этот рисуночек. Эти рисунки все эти годы хранились у мамы где-то в шухлядке. Потом она мне их показала. Я их себе попросила забрать и положила в эту папку. Тоже панду рисовала с головы. А это такой маленький рисуночек мышек, которые хотят съесть маму зерно из мешочков. Это я пересмотрела Том и Джерри, кстати. Ну, здесь я уже постарше была. И здесь я пробовала карандаш. Короче, пробовала градиент, там тень, свет. Здесь я пробовала нарисовать себе такой маленький туториал, как рисовать реалистичный нос. Здесь дуги, видите, дуги на губах. Это типа как плоскости хотела передать. Градиент. И последнее. Это такой орел, недорисованный из энциклопедии. Я его рисовала. Срисовывала. Да. Орел, который поймал рыбу. Как-то так. Ну вот, подошел к концу обзор. Это моя старая папка. У меня еще есть более новая папка с рисунками. Мне кажется, они уже более интересные, более такие доработанные, профессиональные в какой-то степени. Поэтому не теряйтесь, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться почаще выпускать новые видео. С обзорами и не обзорами. С туториалами, с пидпейнтами. Я хочу пробовать разные-разные видео создавать. Поэтому подписывайтесь. Кто хочет получать уведомления о новом видео на моем канале, нажимайте на колокольчик. И до скорой встречи, надеюсь. Все. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok